Здравствуйте! В эфире программа Круг новостей неделя. Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. В Одессу по приглашению Эдуарда Гурвица прибыли грузинские реформаторы. На углу улиц Шилова и Грушевского массовая вырубка здоровых деревьев под видом благоустройства. Четыре года судебных тяжб. Министерство обороны, военная прокуратура и военная академия с 2011 года судятся с одесситкой. До дня голосования на нынешних местных выборах осталось две недели. Пока идет избирательный процесс, специалисты Комитета избирателей Украины изучали ситуацию на предмет нарушения предвыборного законодательства. Нарушения были зафиксированы как уже по классическим, так и по новым, ранее незамеченным технологиям. Подробнее в нашем сюжете. Одна из главных проблем на нынешних выборах, в частности в Одессе, на пост городского головы, рекордное количество зарегистрированных кандидатов. Причем льви на их доле никому неизвестные люди. Эксперты Комитета избирателей Украины заключают, по всей видимости, это технические кандидаты более рейтинговых политиков. Главная их функция – обеспечить большинство лояльных членов в избиркомах всех уровней. Соответственно, ты как основной кандидат будешь иметь в участковой комиссии ни одного своего, допустим, законного члена участковой, а, допустим, еще двух, трех и более, насколько выпадет твоих технических кандидатов. То есть это, по сути, подставные кандидаты для получения подставных членов участковой избирательной комиссии. Отличились любовью к избирателям и избирательному благоустройству улиц на своих округах кандидаты «Доверяй делам», которые являются к тому же депутатами городского совета. Не стесняется использовать административный ресурс и главный «Подоверяй делам» Геннадий Труханов. Подавляющее большинство таких кандидатов в предыдущие пять лет такой активности по благоустройству своих избирательных округов не проявляло. Деятельность с признаками злоупотребления административным ресурсом также зафиксирована в областном центре в пользу партии «Доверяй делам» кандидата на должность городского головы от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова, ну фактически самим собой, а также в пользу кандидата на должность одесского городского головы от партии «Блок Петра Порошенко-Солидарность» Александра Боровика. Комитет избирателей Украины констатирует, у некоторых кандидатов появились вип-агитаторы. Речь идет об Александре Боровике и Михаиле Саакашвили. Последний вовсю агитирует за своего советника. Да, формально найти в этом нарушение законодательства сложно, но и кандидата, и председателя Одесской облгосадминистрации это точно не красит. Боровик не в таких равных условиях по отношению с другими кандидатами, то есть у него есть определенное преимущество, за него агитирует губернатор. Поэтому мы в любом случае не приветствуем активное участие, публичное активное участие Михаила Саакашвили. Несмотря на то, что до конца избирательной кампании осталось менее трех недель, пока что ушатов грязи, черного пиара и войны компроматов не обнаружено. Однако, говорят эксперты, скоро и этого добра выльют на голову избирателей. В этой ситуации главное – не поддаваться на эмоции и подойти к волеизъявлению со всей ответственностью. Анатолий Хосин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». О поиске ресурсов для жизнеобеспечения и развития города, о том, как обеспечить базовые потребности одесситов, о целевой социальной помощи населению, а также о том, как привести в порядок городское коммунальное хозяйство. Эдуард Гурвиц в эфире третьего цифрового представил свою программу решения первоочередных задач, стоящих перед Одессой и одесситами. Пути решения городских проблем – это поиск ресурсов для развития Одессы и использование этих ресурсов. И в первую очередь, по мнению кандидата в мэры, необходимо отстранить от власти криминал, чтобы 70% поступающих средств не оседало в его карманах. И за счет этого обеспечить базовые потребности одесситов. Тем более, что Одессе предстоит очень тяжелая зима. Необходимо, чтобы пережить эту зиму, чтобы был свет, тепло, чтобы ходили трамваи, автобусы и троллейбусы, и чтобы было достаточно социальной помощи в этих трудных для людей условиях, чтобы была оказана материальная помощь населению. Надо привести вообще в порядок городское хозяйство. Оно очень запущено. И после этого весной, вернув доверие инвесторов, можно будет уже говорить о каких-то больших проектах. Говоря о социальной помощи населения, Эдуард Гурвиц подчеркнул, как непросто было ее оказывать и раньше. Тем не менее, ее получали десятки тысяч людей. Напомним, в каденцию Эдуарда Гурвица такая помощь была целевой и осуществлялась прямым погашением долгов населения. Такую практику необходимо сохранить. Повышены очень тарифы. Люди при этой зарплате практически не будут справляться с той нагрузкой, на которой их повесила страна. И, понимая это, я сказал о том, что в бюджете будет заложено 366 миллионов. Высоков, да. И это будет в среднем миллион гривен в день. На вопрос журналистам, можно ли привлекать к власти общественность и стоит ли прислушиваться к мнению общественников, Эдуард Гурвиц ответил. Независимо от желания мэров, президентов, губернаторов, роль общественности будет возрастать все равно. Но важно не сдерживать этот процесс искусственно. Вот его сдерживали искусственно при Януковиче. Янукович попытался подмять под себя все. И его там эти деятели известные. И кончилось это для него плохо. И кончится это для любого плохо, кто будет искусственно сдерживать роль общественности. Но сейчас у меня нет ощущения, что новое руководство страны до конца это понимает. К большему моему сожалению. Я исхожу из того, что люди, которые стояли на Киевском Майдане, а там даже была палатка одесская, в которой было 80-100 человек, которые стояли у Дюка, в большинстве случаев уже никуда не попали, ни на какие должности. Ведь за болтом они оказались, всех этих руководящих слоев этого общества. А вот те, кто вовремя перекрасились, спрыгнули, себя как-то прекрасно чувствуют. И даже поучают людей, как жить надо. Кроме того, Эдуард Гурвиц, говоря о партиях, отметил, что не хочет зависеть от каких-либо партий. Я не хочу зависеть от какой-то партии. Я считаю, что глава местного самоуправления должен зависеть от жителей города. И выполнять всякие причуды какой-то партии мне и неприятно, и не хочется, и это не полезно для одесситов. Вот недавно ходили на выборы, и мы помним этих людей всех, и кричали «я и Янукович». Вы помните, сколько было плакатов. Теперь многие из этих же напишут «я и Порошенко». Значит, ну я не такой продвинутый, как они. И поэтому я только могу написать «я с одесситами». Говоря о власти всех уровней, Эдуард Гурвиц подчеркнул, что она, власть, должна выступить своеобразным арбитром на местных выборах. Власть должна выступить арбитром на выборах. Саакашвили, Порошенко, Аваков, Яценюк. Они все должны коснились, чтобы наконец в стране были честные выборы. И ни по закону, ни по совести ничего они не могут напрямую агитировать. У них, конечно, могут быть предпочтения, у них могут быть желания. Ну и что, значит, сидите вечером и болейте у телевизора. Смотрите «Третий цифровой», когда выступают кандидаты, и болейте за них. Отказ от подкупа избирателей. Значит, отказ от вмешательства власти в выборы. И вместе с тем серьезнейший, продуктивный, реальный контроль над чистотой этих выборов. За фальсификацию должны отвечать как за очень серьезные преступления. Это кладут самое главное. Волеизъявление граждан уничтожается, кладется. И мы уже это видели не один раз. Казалось, что после победы революции достоинства уже никто и никогда не посмеет украсть главное завоевание демократии волеизъявления граждан. Посмели. Мало того, на местах власти пришел откровенный криминал в некоторых местах. Но особенно это опасно для такого лакомого города, для сепаратизма, для той же России, как Одесса. Ну уж больно на Одессу глаз ложили. Мало того, мы все помним, что беды прошлого года в Одессе. И Одесса единственный областной центр, где Россию так и не признали агрессором. Не признали люди, которые по сути своей, по действиям своим в времена Майдана были пособниками этой России. Были людьми, стремящимися сделать все для поддержания режима Януковича. Теперь некоторые из них перекрасились, а некоторые даже и не очень перекрасились. Значит, и они могут сыграть на руку врагам не только Одессы, но и всей страны. И вот с этим невозможно мириться и невозможно реагировать отказом от того, чтобы пойти на выборы. Напомним, выборы пройдут в Одессе 25 октября. Главная реформа Одессы – честные выборы. Свою помощь в проведении реформ по грузинскому образцу решили оказать политики этой страны, члены клуба грузинских реформаторов, которые прибыли в Одессу по приглашению кандидата на пост одесского городского головы Эдуарда Гуровица. Вот эти четыре человека в строгих костюмах и есть часть знаменитой команды реформаторов, благодаря которой Грузия стала известна на весь мир как страна, где победили коррупцию, где соблюдаются достижения демократии, где общество по-настоящему цивилизовано. Экс-министр образования и обороны, экс-глава судебно-медицинской экспертизы Грузии, а также бывший глава грузинского ЦИК и директор отрасли морского транспорта, реформирования системы здравоохранения и образования, морской и транспортной сферы, правоохранительных и судебных систем. Сюда, в Одессу, команда грузинских реформаторов прибыла по приглашению кандидата на пост городского головы Эдуарда Гуровица. Мы находимся в Одессе по приглашению одного из кандидатов в мэры Одессы, господина Гуровица. Мы являемся представителями клуба реформаторов Грузии. Каждый в своей сфере проводил очень много реформ, которые были тогда так необходимы Грузии. У нас огромный опыт проведения этих реформ. И по просьбе кандидата в мэры Одессы, господина Гуровица, мы включимся в работу Совета по реформам, который создался в Одессе кандидатом в мэры города. Дмитрий Шашкин с 2009 по 2012 годы возглавлял Министерство образования Грузии, а в 2012 Министерство обороны этой страны. Он же является основателем клуба грузинских реформаторов, в которую входят экс-главы министерств и ведомств этой страны. В свою очередь, команда реформаторов готова поделиться своим опытом в проведении реформ и согласно сотрудничать с открывающимся в Одессе Советом реформ, созданного Эдуардом Гуровицем. Это, на мой взгляд, очень важное решение, которое принял господин Гуровиц еще до окончания выборов, создать такой совет для того, чтобы показать населению, что он думает о тех реформах, которые так необходимы городу уже сейчас. Люди ждут реформы, людям нужны реформы, люди видят будущее Украины, будущее Одессы в проведении реформ, которые в первую очередь облегчат жизнь обычным гражданам, которые будут направлены на их благосостояние. По мнению команды грузинских реформаторов, самая первая и главная сейчас реформа – проведение честных, прозрачных выборов, без которых все остальное невыполнимо. Первая реформа, которая так необходима, это проведение честных, прозрачных, демократических выборов, которая даст толчок и облегчит проведение всех тех реформ, которые задумал кандидат в мэры города Одессы господин Гуровиц. Очень важно то, что реформы настолько необходимы Одессе, что это понимают как и на национальном уровне, так и на местном уровне. Очень важно, что те реформы, которые проводит губернатор, поддерживаются уже на местном уровне и понимаются необходимость их проведения кандидатами в мэры. Кроме грузин, в совет реформ войдут представители европейских государств, Израиля и США. В общем, можно сказать, опыт других – это возможность не совершать собственных ошибок. Чтобы снова не оказаться в дураках – еще один шанс для Одессы. Кандидат на пост Одесского городского головы, советник председателя областной государственной администрации Александр Боровик продолжает предвыборное хождение в народ. На этот раз встреча кандидата с одесситами прошла в Киевском районе. На встречу пришло около сотни горожан, которых в основном привлекло участие в мероприятии непосредственного начальника Александра Боровика Михаила Саакашвили. На встречу с кандидатом от БПП «Солидарность», занимающим почетную должность советника губернатора Михаила Саакашвили Александра Боровиком, пришли около сотни одесситов. Главным козырем мероприятия было анонсированное присутствие самого губернатора. Собственно, встреча проходила на фоне плакатов «Кандидат Саакашвили» Саша Боровик. Сам кандидат начал неожиданно. В том смысле, что, начав свою приветственную речь, он вдруг сам себя прервал и принялся здороваться с бабушкой. Я очень рад вас видеть. Одесса для меня... Бабушка, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть позже стало понятно, что такое внезапное внимание именно к бабушкам не просто так. В Польше такая программа, они говорили, отбери паспорт у бабушки в день выборов, потому что считалось, что бабушки голосуют неправильно. Мы не поддерживаем это. Бабушки голосуют за нас. Мы тоже представляем здесь интересы бабушек. Выступив за равноправие бабушек во всем мире, кандидат на пост мэра Александр Боровик переключился на более злободневные вещи. Например, воровство и казнократство. И не где-нибудь, а в самой мэрии, заявив при этом, что там работают бандюки, а власть в городе принадлежит уголовникам. Сейчас власть у уголовников. Сейчас власть у людей, которые грабят. Что мы сделаем сразу? Мы изначально прогоним всех этих бандюков из мэрии. Дальше выступление Александра Боровика уже больше напоминало то ли миссионерское выступление, то ли игру артиста, пытающегося завести зал. Если у нас сейчас в мэрии коррупция, как вы думаете? Да? В мэрии коррупция. Есть в мэрии коррупция? Да. Подождите, я вас как-то вообще не слышу. Вы как будто не одесситы. Есть в мэрии коррупция? К слову, как сообщает интернет-издание «Взгляд из Одессы» накануне, выступая в одном из одесских дворов перед местными жителями, Александр Боровик говорил еще более прямо, без всяких затей о том, что Труханову деньги платят бандиты, которые живут в Лондоне, а город практически разворовывают. Да Труханов наш бандит. Он бандит. Ну тогда вот так и живете в бандитском государстве. Они идут ко мне до какого-то чиновника в карман. А если где-то как-то ремонтируется дорога, то дорога, которая ремонтируется в Одессе, ей владеет мэр. И она ремонтирует эту дорогу по самой дорогой цене. И деньги опять идут в карман мэру. А практически наша мэрия полностью коррумпирована. Любопытно, что тот, кого Боровик объявил бандитом, городской голова Геннадий Труханов, продолжает хранить молчание, никак не реагируя на выступления конкурента по выборам. Наверное, освежает словарный запас, чтобы ответить. С другой стороны, как говорится, молчание – знак согласия. Потому и не спорит. Если вернуться к встрече Боровика с электоратом, то, безусловно, главным на встрече народа с кандидатом была встреча народа с Саакашвили. Потому что, когда прибыл губернатор, про Боровика все забыли. Люди превратились из собрания в толпу. Началась настоящая давка. Прибывший губернатор поблагодарил присутствующих за то, что они нашли время прийти на встречу. Большое спасибо за то, что мы все пришли. Я думаю, что, конечно, вы заняты. Многие пришли с субботы. Многие пришли после рабочего дня. К слову, о рабочем дне и досуге. Отвечая на вопрос, заканчивается ли после шести вечера рабочий день губернатора, Михаил Саакашвили заявил, что это формальность. Формально не рабочий день. Ну а что делать? Пусть они не волнуются. Я буду вести, я буду поддерживать порядочных людей. А что делать, когда вокруг они непорядочные в политических кругах? Что делать? Будем поддерживать? Тот, кого поддерживает Михаил Саакашвили, к этому моменту уже уехал. И о его присутствии напоминали разве что агитационные плакаты «Боровик», «Покружение бабушки» и «Губернатора». В конце сентября Управление дорожного хозяйства Горсовета заказало капитальный ремонт Хаджибеевской дороги на участке от улицы «Известковая» за весьма внушительную сумму в 25 миллионов 770 тысяч гривен. Об этом сообщается в Вестнике государственных закупок. Согласно утвержденному плану, отремонтировать следует 900 метров дороги уже до конца следующего года. Собрались нашей мэрии дорогу ремонтировать. И не просто дорогу, а Хаджибеевскую. Ну, ту самую, рядом с которой никто особенно и не живет, но которая ведет к автостоянке ООО «Евротерминал». При этом выясняются, ну, очень любопытные детали. Начнем с того, что мэрия заключила договор с ООО «СК Автострой», которую некоторые СМИ упорно связывают с именем нашего главы Труханова, вернее, с его бизнесом. Об этом сообщает интернет-издание «Рупор Одессы». Так что понятно, отчего так раскошелился наш Геннадий Леонидович, выделяя из городской казны сумму почти в 26 миллионов гривен. И главное, для кого? Итак, по информации Рупора, Хаджибеевскую дорогу будут ремонтировать за бюджетные средства Гурсовета. Площадь ремонтируемого покрытия составляет 10,25 тысяч квадратных метров. В результате один метр условно стоит мэрии 2420 гривен. Это в четыре раза дороже капитального ремонта дорожного полотна в других городах. Ну, например, Киев-Автодор 24 сентября заключил соглашение на ремонт столичной улицы Ревудского по условной цене 610 гривен квадратный метр вместе с тротуарами. Ну и это не самое интересное. Указанный отрезок дороги ведет к автостоянке ООО «Евротерминал», куда по решению президента Виктора Януковича в 2011 году был перенесен пост Южной таможни Одесского морпорта. Грузовики для прохождения таможенного досмотра должны заезжать на площадку частной фирмы и платить ей деньги. Как сообщает трупор Одессы, ссылаясь на данные следству «Инфо», государство потеряло в пользу частной фирмы ежегодный поток на уровне 20 миллионов долларов, который состоит из платежей за разгрузку, взвешивание, хранение, оформление грузовых таможенных деклараций и еще ряда услуг. Так почему же Геннадий Труханов расщедрился в пользу именно евротерминала, прокладывая золотую евродорогу в районе полифильтрации? Конечно, первонаперво, потому что здесь крутятся не просто очень большие, а колоссальные деньги, ведь это таможенная площадка. И тем любопытнее узнать, а кто же, собственно, хозяева фирмы и кто настоящие хозяева хозяев. Вот что сообщает издание «Наши гроши». Учредителем евротерминала сейчас является Екатерина Можарина и некая кипрская компания. Конечным бенефициаром указан Павел Лисицын, который ранее был ее директором. Он также руководил британской «Синтез ЮКЛТД», входившей в группу «Синтез», одним из основателей которой был Александр Жуков. В 2001 году итальянская полиция задержала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Дочь Жукова Дарья является гражданской супругой российского миллиардера Романа Абрамовича, которого в свою очередь считают одним из кошельков Владимира Путина. Лисицын и Жуков также были директорами британской компании «Транскарго Лимитед», со-директором которой в 1996-2000-х годах числился Александр Ангерт. Итальянская полиция считает, что Ангерт является членом международной преступной группировки, которой руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным Слиства.Инфо, охранником Минина в свое время был нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов, которого тогда знали под именем Геннадиаса Азопулоса. Как говорится, комментарии излишни. На углу улиц Шилова и Грушевского произошла очередная массовая вырубка деревьев. Самая циничная под видом благоустройства и последующей реконструкции заброшенного помещения ради будущего магазина автозапчастей. Местные жители уверены, под такими благородными предлогами дельцы и власть скоро от небольшой зеленой зоны оставят только пеньки. А на месте деревьев вырастет супермаркет, если зеленый геноцид не остановить. Деревья начали пилить еще вечером, 7 октября. Тогда местные жители сумели приостановить это варварство. После этого люди забили тревогу. Стали собирать подписи против такого так называемого благоустройства. 8 октября утром рубка продолжилась. Рубили здоровые деревья, причем даже якобы показали документы. Увидев бумаги, люди возмутились. Разрешительная документация явно не соответствует намерениям застройщиков. Гневу людей не было предела. Вызывали Труханова, он отказался приехать. Саакашвили отказался. Телевидение отказалось, потому что сказали, что проплачено. Везде все проплачено. Возмущения от граждан нет предела. Вырубили хорошие деревья. Примите самые строгие меры к этим незаконным вырубкам. Это безобразие. Это будет разрывайка здесь. Позор. Я не знаю, кто это вырубил, но этих людей нужно посадить или оштрафовать. К кому вы обращаетесь, чтобы мерить? Гражданам Одессы и экологии. Экология только деньги берет. Представители власти по сигналу жителей появиться на месте отказались. Вернее, прислали мелких клерков из профильных управлений и департаментов горсовета. А те просто разбили руками. Мол, все документы у так называемых благоустроителей в порядке. Рубить можно. Существует совершенно три разных документа, по которым это все будет делаться. В одних документах 18 деревьев должно быть спилено, в других 27, в третьих 12. Все очень разные цифры, что вызывает очень странность. И потом, мы же знаем историю французского бульвара, что происходило там. По-моему, это будет тот же самый повтор. За 21 дерево, которое должно быть спилено, в казну города пошло 100 тысяч гривен. Ну, смешная сумма, смешная. Люди понимают, никакого благоустройства и компенсации за срубленные деревья для них не будет. Нынешнему мэру это просто неинтересно. А ведь без нормальной зеленой зоны теперь просто некуда выйти погулять с детьми. Здесь нам сказали, что будет строиться магазин автозапчастей трехэтажный. Это значит, будут рыть котлован, уже выпиливают деревья. А наше здание 62-го года. Пойдет вообще под землю. Зеленая зона. И будет парковка для машин под самым домом. Разве это для людей? Почему бы не сделать просто парк отдыха, поставить лавочки? Наоборот, нужно озеленять, озеленять надо, а наоборот, деревья вырезают. Такой кошмар творится. Где с ребенком гулять? У меня маленький ребенок, собака тоже, второй ребенок в школу ходит, тоже школьник. Здесь домик на домике натыкан, генделек на генделеке, пьяных кучах. Здесь одно место, где можно было погулять более-менее. Коль вы хотите это делать, и у вас в документах написано благоустройство, то вы, мне кажется, должны сделать так, как когда-то делалось при Гурвице. Благоустроивайте свою территорию, будьте добры, рядом ровно такую же сделайте. Посадите еще 20 деревьев рядом и благоустройте. По словам жителей, представители бизнесменов, комментируя встречу с местными жителями своему начальству, отмахивались. Не переживайте, тут всего 10 коллег, сейчас разберемся и все успокоится. Люди же наоборот, успокаиваться вовсе не собираются. И намерены отстоять свою изуродованную, но еще зеленую зону. Пример французского бульвара совсем свеж и стоит перед глазами. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Некоторые из наших сюжетов пору делать многосерийными. Мы уже рассказывали о проблеме внутридворового проезда на углу улиц Космонавтов 7 и Филатова 16. И вот снова приходится поднимать эту тему, поскольку за полгода ситуация не сдвинулась с мертвой точки. А местами даже ухудшилась. О некоторых городских проблемах в пору снимать многосерийные фильмы. Так, краткое содержание предыдущей серии от 22 апреля всего года. Внутридворовой проезд по адресу Космонавтов 7 уже давно перестал быть проездом. А заодно и проходом. Местные жители, выходя из подъезда в дому, вынуждены сжаться к стеночке, чтобы пройти. Но автомобили обезжают эту дорогу стороной. После малейшего дождя этот участок превращается в болото, а глубокие ямы становятся настоящими ловушками. Как говорят местные жители, они неоднократно обращались к городским властям с убедительной просьбой сделать хоть что-нибудь с этим безобразием. Реакция на проблему людей была, мягко говоря, странная. Прямо посреди самой выдающейся ямы, украшающей местный пейзаж, тогда появилась трогательная табличка «Внимание! Идут строительные работы». Какую? Эта доска-то? Она еще стоит с конца лета прошлого года. А что же делать? Когда городские власти отремонтируют? Я вот этого, я вам сказать не знаю. Я думаю, что они не отремонтируют вообще ничего. А вот то, что табличка, ведутся ремонтные работы, они ведутся? Где ремонт? А вот, видите, стоит табличка. Это так и стоит давно, вот этот щит. И все? Я не вижу, да, чтобы что-то делали. Вот этот щит и все. И вот эти лузы постоянно. Спустя полгода наша съемочная группа вернулась на место обещанных мэрий строительных работ. Как говорится явление, второе действующие лица все те же. На сцене ничего не изменилось. За исключением одного. Убрана табличка. И теперь ничего не мешает утверждать. Внимание, здесь не идут строительные работы. Да, ну ничего не делается. Я не знаю, куда, насчет чего и куда это списывается, может, или что. Может, они прикрываются этим. Но у нас во дворе ничего не делается. Абсолютно. Все время вот здесь разбито. Просто, когда делали еще первый раз, здесь дороги делали, то эту часть почему-то не доделали. И так и оставили. Вы обратили на это внимание. А не власть, а не депутаты даже перед выборами. Никто ни на что не обращает внимания. А почему Труханов не обращает? Ну, когда Труханов проезжает или Орловский по космонавтов, так все выстраиваются и стоят. Там все видно. А тут, конечно, не видно. Хотя мы обращались. Стояла табличка, там стояли мусорные баки для вот тех домов. А теперь, получается, людям нужно ходить прямо сюда, носить мусор, потому что там подъезда практически нет. И прохода нет. И прохода нет, да. И ведь перед каждым очередным, неочередным выборным процессом людям обещали отремонтировать проезд. Но выборы проходили, а обещания оставались обещаниями. Теперь же местные жители не уповают даже на выборный процесс. К слову, скамеечек в этом дворе не просто поубавилось, а не исчезли. Детская площадка превратилась в декорацию фильма ужасов. А полузакрытые тогда люки сейчас гостеприимно зияют своими шахтами. Это богом забытый район. Здесь вообще кандидаты не появляются. Раньше появлялись, мы им это все говорили, все показывали. Они кивали. Они кивали. Может быть, в конце концов, наш власть и наши депутаты все все увидят, потому что центральную улицу все время проверяют, все время проезжают и смотрят. А проулки, конечно, никто ничего не делает. Мне хочется, чтобы это уже была невидимость, чтобы это была работа уже. И чтобы они уже что-то делали людям, а не просто так вот куда-то списывали деньги. Можно только представить, сколько за полгода, пока якобы здесь велись ремонтные работы, было списано денег из бюджетных средств и поставлено галочек напротив графы «Выполнено». Чиновники снова забыли о проблемах людей, так и не побывав даже с экскурсией в этом внутридворовом проезде. Даже проездом. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Под Тещиным мостом появился забор, огораживающий территорию сквера имени Жанны Ля Бурб. За ним явно происходит какое-то строительство. Однако люди, живущие в близстоящих домах, жалуются. До сих пор никто не предоставил им каких-либо документов. Что это за забор и главное, что станет самим сквером, одесситы не знают. И вот спустя несколько дней после начала работ на заборе появились листовки, утверждающие, что началась реконструкция Тещиного моста. Жители дома по Приморской улице 23 в понедельник внезапно обнаружили, что сквер имени Жанны Ля Бурб, возле которого находится их дом, огорожен строительным забором. Более того, за ним явно ведутся какие-то строительные работы. Что строится, кто поставил забор и главное, какова судьба растущих сквер и деревьев, никто жителям объяснять не стал. Все, что удалось выяснить, что строится городок для самих рабочих, которые должны благоустраивать сквер и укреплять мост. Я им говорю, извините, что за городок. Ну как, для нас, для строителей городок. Во вторник выяснилось, городок для строителей. 30 человек строителей будет здесь жить. Конечно, хочется надеяться, что у строителей будет не только где жить, но и куда ходить в туалет. Потому как жителям, по их словам, очень не хочется, чтобы в туалет превращались остатки сквера. Но это, как говорится, вопрос решаемый. Больше людей волнует другое. Что станет с деревьями? Последние несколько лет сквер находился в удручающем состоянии. И деревьями, как, впрочем, и всем остальным, что там находится, абсолютно никто не занимался. То есть нашу городскую власть совершенно не волновало состояние сквера до сих пор. И вот тут на тебе, перед самыми выборами, озаботились. И озаботились как-то странно. За высоким забором. Отчего у граждан возникает еще больше вопросом городским властям. И в обещании гор Зелендреста, внимание, пересадить взрослые деревья в другое место. Отчего-то местные жители не верят. Хотелось бы, чтобы этот сквер сохранился. Мы не выкопаем деревья и перевезем, пересадим. Куда они их пересадят? В асфальт? Не знаю. Зачем? Это зеленая зона. Ну так они все вырубят деревню, они не часть. Там уголочек они видели и оставили. Там одно дерево. Вы спросите, а при чем здесь деревья к реконструкции самого тещиного моста? Вот и люди интересуют именно этот вопрос. Только ответа внятного они пока так и не получили. К слову, то, что за забором происходит реконструкция моста, жители узнали вот из этих листовок, которыми в пятницу, то есть спустя несколько дней после появления ограждения, был тщательно обклеен весь строительный забор, парадные дома, стены дома, и которыми даже усеяна придомовая территория. Здесь везде обклеено Павлом Вугельманом. Что вы скажете за него? Хороший человек? А я его не знаю. Тещин мост, он говорит, отремонтирует. А скверик у нас забрали. Это только сегодня повесили вот в 12 часов дня. Тещин мост. Что Вугельман будет делать, я не знаю. Какая странная, однако, реконструкция происходит, о которой СМИ ничего не знают, о которой городские власти ничего не рассказывают. То ли за высоким забором, то ли за закрытыми дверями. Во всяком случае, никто, включая доверительного Павла Вугельмана, не говоря уже о самом главном доверяльщике города Геннадии Труханове, так до сих пор одесситам и не объяснил, что происходит у тещиного моста. Нужно спросить у городского головы, что это такое. Они кого-то настораживают, кого-то... Пусть он в открытом эфире объяснит. Он ремонтирует за бюджетные деньги. Но никак не... А откуда у него появился счет? Давайте спросим у него. Откуда у него появился счет? Вы доверяете ей делам, доверяй делам? Нет, конечно. Происходящее можно считать абсурдом. То есть пожать плечами и на этом успокоиться. Если, конечно, не вспоминать, как, например, была отреконструирована Аркадия и кольцо пятого трамвая. И где гарантия того, что ремонтные работы по укреплению тещиного моста вкупе с благоустройством сквера Лябур не пополнят копилку славных дел под названием «Беспредел» нынешней мэрии? В пятницу в Одессе стартовал отопительный сезон. Правда, горожанам от этого теплее пока не стало. На то, чтобы одесситы не мерзли в своих квартирах, может уйти до двух недель. В первую очередь начнут топить в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах. Тем временем улицы Одессы буквально изрыты. Коммунальщики латают теплотрассы. И пока чиновники рапортуют о километрах замененных труб, горожане сами готовят свои дома к зиме. Распоряжение о начале отопительного сезона мэр Геннадий Труханов подписал 7 октября. Однако это не значит, что в домах одесситов станет теплее. Улицы города перерыты. Продолжается поиск порывов теплотрасс и другая подготовительная работа. Странно, что подготовкой занимаются уже после старта отопительного сезона. Но это еще полбеды. С началом отопительного сезона будет тариф для населения 16,77 за один квадратный метр. И 42 гривны за один куб горячей воды. То есть владельцам стандартной двушки в Хрущевке придется выложить более 700 гривен в месяц только за отопление. Первыми греться в своих квартирах смогут жители Суворовского и Киевского районов. Позже Малиновского. А вот жителям центра повезло меньше всего. Им придется ждать еще минимум две недели. Эту часть города снабжает теплом Одесская теплоэлектроцентраль. Тест полностью готова давать теплоносить. Полностью готова. Ждем на ТГУ. С другой стороны, обычно отопительный сезон стартует 15 октября. Или после того, как среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов. Начало нынешнего отопительного сезона в данном случае связано уже не с экономическими вопросами, а с политическими вопросами. Потому что нет еще ниже 8 градусов в течение трех суток температуры. Поэтому власть на сегодняшний день справится за счет карманов наших одесситов. Опасения вызывает и техническое состояние городских котелин и Одесской ТЭЦ, а также экономическое состояние коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы. К нефтегазу мы должны 155 миллионов, Одесской ТЭЦ 334 миллиона и Банку Надра 171 миллион. Проблемы, которые у нас были в летний период, это то, что коммунальное предприятие не могло выплачивать своевременно заработную плату людям. И задолженность колебалась от двух до трех месяцев. Можно было бы на сегодняшний день еще повременить с началом отопительного сезона. Тем временем одесситы сами готовят свои дома к зиме. Особо на городскую власть уже не надеясь. Утепляли стену, чтобы не сырела стену зимой. Я утепляю окна, двери, вставляю хорошие. Вот так утепляю. Скажите, вы видите, как наша городская власть готовит наши дома и вообще систему к зиме? Не очень хорошо. Почему вы это решили? Ну, обещали нам утеплить дверь в подъезд поставить новую, не сделали это. Ну, обещали там проверить крыши. Пока нет. Вы видите, как мэрия готовится к зиме? Видно это? Слышно как-то? Нет, этого я не вижу. Вот уж не вижу. У меня АГВ. Я экономлю, конечно, в АГВ. Рекомендуют утеплять стены, окна. Все. Четыре года судебных тяжб. Министерство обороны, военная прокуратура и военная академия с 2011 года судятся с одесситкой. Цель – выселить семью бывшего военнослужащего из комнаты в военном городке. Сегодня дело в апелляции. Уже во второй раз. Подробности в сюжете. Яблоко раздора комната площадью 18 метров. Сегодня здесь живет Ольга и Ксения. Олег Дударь работает по контракту в Крыму. Явиться на заседание, естественно, не может. Он работает в Крыму по контракту, как помощником режиссера. Снимает он какие-то сериалы, ряд сериалов. Заседание в апелляционном суде состоялось 8 октября. Военные так и не предоставили документы, подтверждающие статус здания, в котором живет семья Дударь. Как и ранее, когда дело рассматривалось у первой инстанции и на оставании чего Кассация вернула разбирательство обратно в Малиновский суд. Представитель Кеча настаивает. У военных иной порядок. И общежитие имеет, вероятно, какой-то другой статус. А семью Дударь называют утратившей связь с Министерством обороны. На данный момент утратили связь со вооруженными силами Украины, потому что Олег Дударь является бывшим военнослужащим. По этим причинам пытается выстелить эту семью с этого помещения жилого. Но указывают в иске почему-то о выселении только Ольги и Ксении Дударь. А Олега вообще не привлекали в это дело для участия. Минобороны, военная прокуратура и военная академия обжалуют решение Малиновского суда, согласно которому Ольга Дударь с дочерью Ксении могут проживать в комнате в военном городке. Аргументы истца супруги развелись, и Ольга не имеет права проживать в комнате мужа. Сегодня семья Дударь живет в гражданском браке. Мнение самого Олега при этом Минобороны не интересует. Почему с жилплощади отца выгоняют и общую дочь Ксению, тоже непонятно. У нас там живут представители прокуратуры, что, кстати, даже и не оплачивают услуги коммунальные. Какие-то родственники живут, насколько я знаю. Военнослужащие, хотя тоже они не имеют права. Я родственница Дударя, в частности его жена. Я тоже имею право на проживание в данном городе. Тем более живу там 22 года. Сама Ольга Дударь предполагает, что ее хотят выселить, чтобы в 18 метрах, на которых она проживает вместе с дочерью и мужем, просто передать третьим лицам. Следующее заседание по этому делу назначено на 5 ноября. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова